На первую домашнюю игру сезона болельщики идут с двояким настроением. Вроде и команду давно не видели, и сразу матч с фаворитом. С другой стороны, чтобы посмотреть на Астраханочку, теперь нужно платить. Цена взрослого билета на игру с Ростовом – 200 рублей. Неожиданно, я не знаю. Первый раз так. Отрицательно, конечно. Если это стоило бы, я не знаю. А вы на все матчи говорите? На все хожу. О том, что вход платный, знают далеко не все. Есть и такие, кто, едва узнав о стоимости, уходит. За несколько минут до стартового свистка кассиры подводят предварительные итоги продажи. В общей сложности больше ста уже. А денежку за билеты выливали? У нас в продажу поступило... Денежку вы отдали уже? Да, да. Тысяча билетов. Еще полтора года назад представить, что трибуны Звездного на игре с Ростовом не будут заполнены, было невозможно. Именно тогда именитые гонболистки последний раз в чемпионате ушли с площадки побежденными. Сегодня это другие команды. Дарья Самохина – одно из открытий нынешнего состава «Астраханочки». В матче против ростовчанок она запоминается зрителям не только обилием разноцветных пластырей на ногах, но и яркой игрой в атаке. 11 раз за игру галкиперы гостей вынуждены были вытаскивать мяч из ворот после бросков Дарьи. Один из лидеров прошлого сезона – разыгрывающая Наталья Чигиринова большую часть времени на скамейке запасных. На ее позицию все чаще выходят Ирина Антонова и Елизавета Малашенко, также пришедшие в команду в межсезонье. Чемпионок страны действия обновленной «Астраханочки» порой вводят в ступор. Мы точно не стали хуже, а приори, потому что практически остались все те же. Набавилось парочку игроков, но уровень команды, я думаю, не поменялся. Может быть, даже порой вновь. От «Астраханочки» снова хотят медалей. Курс прошлого года на молодежь уже не актуален. Бюджет команды однозначно вырос, впрочем, вот цифры не разглашаются. Победы над Ростовом наши гонбалистки подтверждают серьезность намерений на самые высокие места в чемпионате. Можно сравнить по силе чемпионский состав и этот, который сейчас? Да, да, у нас тоже очень много сборников. Сейчас призвано 12 человек, аж на сборы, поэтому, мне кажется, мы вполне можем за первое место побороться. После матча настроение болельщиков сводится к одному – восхищение командой. Эйфория заставляет некоторых прийти на послематчевую конференцию и лично поблагодарит тренера Георгия Заикина. Спасибо, господи. Это на самом деле… Вы подарили праздник астраханцам. С удовольствием смотрел вас с первых минут. А некоторые даже забыли, что вход на игру был платный. Ну, я бы с удовольствием взял абонемент. Стоимость билетов на матче будет варьироваться в зависимости от статуса соперника, подчеркивают руководители клуба. Но выше 200 рублей за квиток она не поднимется. После трех туров Астраханочка – лидер чемпионата. Артем Лепехин, Игорь Нефиденко, Центр новостей.